На стадии завершения земляные работы и возведения каркаса будущего здания инфекционного отделения. Оно рассчитано на 70 мест. До конца сентября обещают достроить. Строительство и реконструкция медучреждений в регионах сегодня одна из первоочередных задач госструктур. Начата работа по строительству в городе Бишкек, Оши и в городе Нарен. Данный объект предназначен. Мощность составляет 70 койко-мест. Объект планируется завершить к концу сентября этого года с необходимым оборудованием и медицинскими принадлежностями. Президент Саурон Байджинбеков отметил, что в течение долгих лет происходило сокращение койко-мест и больниц в регионах. Несмотря на это, медработники сумели достойно противостоять пандемии, за что Саурон Байджинбеков еще раз выразил им слова благодарности. А на месте школы из контейнеров в селе Кенеж будет построена новая полноценная. Рассчитана она на 150 ученических мест. Прежнее здание школы было построено в 70-х и уже в аварийном состоянии. Предыдущий учебный год прошел в мобильной школе из контейнеров. Тогда эта новость вызвала широкий резонанс среди общества. Местные жители обратились с просьбой построить новое здание. В этом году работы были начаты. Глава государства подчеркнул, что время требует иных подходов к системе образования. Потому отметил важность строительства школ, отвечающих современным стандартам во всех регионах. Обращаясь к подрядчикам, строящим школу, президент отметил особую необходимость уже в этом году завершить строительство. А вот проект «Умный город» призван оцифровать все муниципальные и государственные услуги. Это повысит доступность и оперативность при предоставлении услуг населению. В рамках проекта будет оцифрована деятельность муниципальных предприятий «Нарын», «Су-Канал» и «Таза-Нарын», что позволит повысить эффективность при обеспечении доступа населения к чистой воде, очистке и благоустройстве города. Успел посетить глава государства и Адбашинскую ГЭС. Ее модернизируют. Полностью завершить работу планируют в 2022-м. Сорон Байджинбеков подчеркнул, что модернизация основных энергетических объектов страны находится под его личным контролем. Здесь будет начатое строительство Куланакского канала, который позволит обеспечить 5000 гектаров земли регулярной поливной водой и освоить новые 2000 гектаров земель. Насосная станция Куланак эксплуатировалась на протяжении почти полувека и в настоящее время устарела. Предварительная смертная стоимость проекта – 1,8 миллиардов сомов. Строительство планируют начать в 2021 году и завершить до 2026 года в рамках второго этапа государственной программы развития ирригации. Аяна Дюшикеева из Сент-Рабыкеев, АЛАТО 24, Нарынская область.